здравствуйте здравствуйте мои дорогие не говорю вам христос воскрес потому что до пасхи еще долго но учитывая то что вы просите а вот дайте пожалуйста рецепт кулича я вам отвечаю есть у меня куличи за тот за прошлый год нет хочется кулича за этот год и поэтому я сегодня приготовила пасхальный кулич самый простой кулич самое простое тесто оно не очень дорогое немного туда идет ингредиентов но вы можете приготовить этот кулич и он у вас получится очень вкусным и самое главное что вы в доме в доме вас будет божья благодать рецепт не сложный абсолютно не сложный поэтому я выполняю вашу просьбу не удивляйтесь но я не готовила форме куличей я сделала такое как знаете как изделие все технологически точно так же как и куличи но просто другая форма не буду томить смотрите это первый кулич наш вот такой как солнце видите он будет разделяться на кусочки этот кулич состоит из восьми лепестков и серединки вот он такой он еще горячий пусть он немножечко остынет вот смотрите я не люблю очень эту просыпку поэтому просыпки мало и второй куличик я делала форме кекса украшала более знаете как говорится современно вот пожалуйста посмотрите этот кулич вот такой он видите ребристый похож на робу на ромовую бабу но вы все точно так же будете делать просто будете использовать формы для куличей и вас форма будет пасхального кулича я просто объяснила вам почему я сегодня сделала такие изделия свет плохо падает и плохо видите да но ничего страшного вот такие вот выдумывайте придумывайте глазурь это засыхает моментально так что сейчас немножечко остынет и мы с вами попробуем этот пасхальный кулич потому что тесто горячее кушать нельзя вы еще здесь да а я думала вы уже пошли за ингредиентами чтобы готовить такой кулич давайте 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 смотрите в холодильник собирайте самое главное что этот кулич он не очень дорогой потому что если так подумаешь и вот здесь у меня вот эти два куличика это на пол мерки все мои дорогие умолкаю потому что его заинтриговала вы хотите посмотреть и научиться как готовится этот кулич все давайте готовьте смотрите и в конце попробуем естественно попробуем я думаю что у вас все получится главное желание хорошее настроение и самое главное заветное слово господи боже поможи в час добрый и вас все получится поступим как говорится к репетиции это самый простой рецепт самый простой и самый быстрый так что мы сначала сделаем я все взвесила берем я буду готовить сегодня на пол мерки потому что до пасхи еще многое даже буду сегодня делать кулич не форме пасхи а просто вот как дрожжевое кондитерское изделие потому что знаете я пасху делаю раз в году а вот эти все подготовительные процессы у нас немножечко как-то знаете по игрушечному так нам необходимо стакан молока стакан молока мы должны прогреть здесь неважно какая жирность стакан молока температура 35 градусов должна быть то есть я вас уже учила пальчиком пробуйте чтобы вам было комфортно прежде всего мы должны запустить дрожжи то есть сделать такую опару для этого рецепта нам нужно 25-30 граммов дрожжей я взяла вот у меня были дрожжи 30 граммов дрожжей я так должна их хорошенечко размять сделать с них такую пыль я скажу вам что я готовлю куличи на живых дрожжах а вы уже там смотрите сами как к чему вы говорится приспособились то и делаете и стакан сахара в общей сложности у нас будет здесь не очень сладкий у нас будут куличи этим есть разные рецепты по сахару так что смотрите сами это говорится зависит от вас так и сейчас добавлю сюда ложку муки вот такую вот мы кашу за заколотили замесили и дольем сюда что у нас с молочком так чтобы она не перегрелась отличное отличное молочко наливаем сюда молочка где-то пол пол мерки полстакана размешиваем это все такое у нас получилось эти каша-малаша эту кашу-малашу прикрываем салфеткой и на тепленькое место чтобы завести дрожжи мы сразу видим дрожжи у нас хорошие или нет если плохо будет ходить значит дрожжи плохие нужно будет покупать более свежие все в тепленькое место но запомните куличи готовиться в тех помещениях где нету совершенно сквозняка ну и главное что раньше говорила моя бабушка когда куличи делаются почему рано-рано утром вставали и готовили эту опару замешивали тесто пока все спали дети детей было много чтобы была тишина тишина и самое главное хорошее настроение и вы только взяли один первый ингредиент для приготовления кулича сразу говорите господи поможи в час добрый и все у вас получится так все ставим в теплое место я включу сейчас духовку где-то на 50 градусов 50-40 потому что вы понимаете что сегодня в этом году пасха у нас ранее везде еще холодно здесь у меня 150 граммов масла вы можете брать 150 граммов сливочного маргарина сливочный маргарин всю жизнь моя бабушка бабушки ваши готовили на маргарине но у меня такое знаете по типу масла по типу спрэд мы должны сейчас это полностью растопить и охладить следующий этап мы должны я беру 3 яйца еще раз повторю делаю пол мерки то есть на всю мерку 6 яиц пойдет и должна отделить белки от желтков сюда я вот эту чашу выбью белки а желтки в миску большую в которой будем замешивать тесто основное так вот так вот раз это мы не выбрасываем нам надо будет для огорода это все так ох видите немножечко в белок попалась желтка сейчас я уберу но здесь мы будем белки взбивать но это же не бисквит поэтому не переживайте если чуть-чуть таких пиков больших не будет это не страшно мы просто подзабьем ну давай падай вот так все подзабьем немножечко белки так маргарин у нас топится проворачивайте его так вот ножичкой или ложечком так все отлично сейчас я вытру ложечку поймаю этот желток все таки если я показываю что должно быть все нету желтка желток у нас здесь сейчас это можно холодильник показ поставить или прохладное место нам пока это не надо все я выключаю маргарин наш растаял и я сейчас беру венчик и вот эти вот желточки с сахаром который вот у нас есть полстакана насыплю полстакана оставлю для белочков это все я взяла большую миску вы знаете почему потому что неудобно в большой миске подсоединили не надо здесь надо что взбиваем до бела и что увеличивается в три раза просто сахар соединился желтком и вот так немножечко его как говорится в коломпуцайте и сахар немножечко растворится все то есть это уже от вашего личного желания сколько вы будете его коломпуцать ну я все равно буду ждать пока мясо меня дрожи подойдут так что коломпуцать можно долго чтобы не терять время пока у нас опара сходит я сейчас забью ну чтобы руками не телепать хватит уже тут потели пола зарядку сделала я взбиваю миксером сначала медленно потом добавляем сахар то есть белки должны превратиться такие в белые пики в хорошие пики взбиваю и потихонечку добавляю сахар и все так смотрите они немножко жидковатые но не страшно из-за того что немножко желток вот попал туда все и как не выбирай все равно он там будет до пика мне сбивается не страшно для этого кулича вот так вот будет достаточно так дальше я сейчас возьму одно яйцо и желточек чтобы он у нас не одно яйцо будет для смазывания поверхности готового кулича поэтому я выбиваю яйцо в белок в мисочку а желток добавлю туда к тесту то есть один желток у нас будет лишний у вас тоже ну как лишний не по рецепту так все это в холодильник это холодильник и пленочкой накройте потому что он понадобится нам этот белочек еще не скоро в конце в конце в конце приготовления так что холодильник пусть остужает пусть сохраняет так здесь вот в яйцо я добавлю яйцо из сахара желтки я добавлю пакет ванильного сахара если вы делаете с цукатами тоже можно и цукаты это но изюм и все добавки будут добавляться в самом конце когда мы уже будем вымешивать окончательно тесто так и сразу добавлю сюда вот смотрите четверть чайной ложки соли и опять таки как застыло как удобно большой миске соль не забудьте потому что если не будет соли не вкусно будет так все сейчас я посмотрю что у с дрожжами начинают они ходить или нет дрожжи и должно от остыть масло или маргарин так ну что смотрите отлично дрожжи все нормально ведь и какая шапочка поднялась и вроде бы начинает падать это сигнал того что дрожжи у вас хорошенечко уже под зашли так выливаем это хвоста хавите остался надо так расколачиваем весь сахар отсюда убираем я сразу все выставила ингредиенты перед собой чтобы ничего не забыть это апельсином я накрыла чтобы просто не показывать вам фирму сметана это хотя кто знает так тут эту пачечку узнал узнал с первого раза раз две столовые ложки сметаны можно без сметаны делать но со сметаной будет более удобное но сметана я достала вместе со спаду все ингредиенты должны быть одной температуры комнатной сейчас возьмем сюда выльем масло или маргарин расставившие но теплые еле-еле теплые 150 граммов это все-таки у нас доба должно быть пышная и хорошая вот так вот ничего дрожжи в комочки все разбились и сейчас добавляю сюда молоко которое у нас осталось молочко и вот эти вот белочки взбитые я не знаю вы скажете зачем взбивать я делаю так как я делаю все время там вы уже смотрите и вот так вот не сильно аккуратно вмешиваем белки в эту массу то есть я венчиком но только скорость у меня небольшая я ручной миксер включила на самую-самую минимальную скорость и теперь добавляем муку в общей сложности где-то возьмите муки кило а там будете смотреть если будут лишние то есть когда делаете куличи не может такого большего у вас на хозяйстве килограммовый пакет муки и все нет дорогие мои мука должна быть про запас потому что вы много многие мне сейчас пишут почему я сделала то 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 дрожжевое а у меня серединка упала потому что сильно плывет мука качество муки такое так перемешиваем сейчас мы должны получить жидкость консистенции сметаны такой жиденькой сметанки чуть-чуть еще добавлю муки даже если вас в емкость сейчас же шмотно набирать в емкость мука на вас стоит перед тем как добавлять ее в тесто обязательно просеять и даже если какой-то комочек есть у вас из муки это не страшно все аккуратно не стучим просто чуть-чуть видите так отбиваем чтобы все мы берем салфеточку нашу накрываем тесто и отправляем в теплое накрываем тесто не место накрываем тесто и отправляем теплое место вот эта масса должна увеличиться в три раза по времени смотрите сами я опять-таки духовка у меня 40 градусов у 50 можно при открытая чуть-чуть отправляю в духовку пусть там самое теплое место но чтобы не было сквозняков мои хорошие самое главное чтобы не было сквозняков все наводим порядок нам только ждать пока месяц это все нас походит хорошенечко увеличится это часа три точно ну что мои хорошие давайте посмотрим на нашу так называемую опару ухты смотрите какая она стала прекрасно дышит дышит увеличилась в два раза просто супер так теперь прежде чем приступать к замешиванию теста основного духовочка так пусть пока месси будет на 50 градусов мы должны замочить и изюм изюм цукаты что у вас там будет я конечно буду когда кулич делать и буду использовать цукаты но сейчас я и изюм и цукаты сейчас я добавлю только изюм один этого будет достаточно я купила на куличи пасхальные но ничего докуплю еще я покупала хороший изюм такой знаете тут он ассортивный на на это количество тоже много не надо где-то три столовых ложки сейчас сейчас водичка у меня кипяченая 10 сейчас я подогрею не буду закипятить просто подогрею и залью этот изюмчик и пусть у нас набухает только набухнет сразу на салфеточку просушим все это вы все это понятно с этим сложности никакой нету так приступаем к нашему тесту на тесто замешивать нужно такое мягенькое чтобы мягенькое было берем растительное масло так и смотрите что у нас получается здесь у нас смотрите какая кола классная опара прямо как щербетик такой видите хорошо так пахнет вот сейчас опробуйте на сахар нормально достаточно не надо больше так и просеиваем сюда муку то есть сейчас частями мы сейчас уже замешиваем основное тесто и вмешивайте любя-любя и думайте куличи получатся ну паски куличи это паска это творожная а куличи это тестовой но у нас говорят пасхи получатся вкусные даже если вы первый раз готовите готовите и говорите господи поможи мне пожалуйста поможи чтобы у меня паски получились я лично связывают это вот процесс выпекания пасок с благополучием в доме вот честно я не знаю может и такая наивная но да вы можете купить я вам уже говорила но зачем покупать если вы сделаете сами так у меня слышите шипеть не надо кипятить воду кипятком не заливайте горячей водой просто градусов семьдесят все изюм пусть набухает буквально три минутки достаточно и вот добавляем частями муку боже я на полмерки сделала думала на один куличик а теперь думаю яла куда это все нужно располагать я лично изюм вмешиваю уже в самый последний когда начинаю вымешивать руками тогда вмешиваю изюм вы можете обвалять его просушить на бумажном полотенечке или на вафельном обвалять в муке и добавить в тесто это для того чтобы оно не садилось у вас если вы будете добавлять более жидкую массу но я уже вымешиваю тогда добавляю изюм это очень простой рецепт тут ничего такого нету хотя я вам скажу крауф тоже найдите сашуня моя готовила это обалденный ну конечно сказать что это кулич это уже знаете такое сильно модно усовершенствованное сказать что это просто пасхальный кулич что это как-то и не правда я вам скажу но очень вкусно но там чуть чуть больше работы но если мой ребенок справился то я думаю что вы справитесь на все сто видите вот уже смотрите какая у нас масса стала но она еще жидкая смотрите видите добавляем муки вот в этом на этом этапе будьте очень осторожны предельно чтобы вы не пересыпали муки потому что добавить воды не подойдет а если забьете то будет беда лучше постепенно досыпать чтобы у вас все было как говорится с первого раза чтобы у вас все получилось я добавляла ванильный сахар вы можете добавить если вы будете добавлять цукаты можете добавить ароматизатор апельсиновый какой какой вам нравится то есть по запаху вы можете готовить куличи какие хотите так вот уже хватается и хватается так нормально уже в кучку соединилось сейчас еще на поверхность стола я насыплю муку сейчас нужна еще мука потом уже когда соединиться тесто будем вымешивать с помощью растительного масла рафинированного потому что если вы возьмете такое как говорят у нас в народе домашнее масло оно будет давать вам сильно запах нам нужно чтобы кулич пах ванилью или там теми добавками которые вы добавляете так я просто разговариваю много но я же и что-то делаю если бы я так просто стало то некоторые пишут вы много очень говорите вы очень много говорите я думаю господи да не знаете вы чем я наоборот уже мало говорю так мисочку эту от муки и от теста протираем рукой просто рукой так чтобы ничего не засыхало здесь все и теперь начинаем вымешивать тесто все таки я вам скажу что даже вот вымешивать тесто стол работает просто так нормально а тесто вымешивать он высоковатый все таки я его по теплу приглашу специалиста и немножечко подрежу вот такой прямо тесто как щербет вот это я думаю что по муке вот это уже все сейчас немножечко просто ту которую насыпала и вот вымешиваем вымешивать нужно просто даже не то что муки добавлять целую кучу просто работать с тестом соприкасаются руки с тестом и минут десять так нежно просто вымешивать и смотрите досыпаете чуточку муки но тесто уже должно у вас не прилипать к рукам вот когда такое произойдет значит тесто готовое вот смотрите я пока чуть-чуть муки досыпаю буквально даже меньше ложки и вымешиваю я вымешиваю вот так в центр с краев а вы уже смотрите как вам удобно но самое главное нежно и с душой так я сейчас буду вымешивать и уже можно слить изюм и просушить его так тесто я вымесила хорошенько теперь смотрите я его так вот растягиваю и сюда отправляю просушенный на салфетке изюм видите какой мокрый так вот так распределяю и сейчас цветочком соединяю и вымешиваю еще раз сейчас изюм он сам по себе будет у нас вроде разрывать муку он сейчас будет распределяться чуть-чуть можете подсыпать можете маслом уже я вам скажу вы можете посмотреть все будет смачно я забыла как называется господи там я готовила куличи там очень тоже хороший рецепт вы можете его смело брать я помню как только программа вышла перед паской захожу я в приватбанк девочка на кассе спит и говорит Алла Анатольевна я думаю что она хочет от меня спасибо вам большое я первый раз в жизни делала кулич и у меня все получилось так что мои хорошие не переживайте по этим рецептам у вас все получится видите как уже изюм расходится по чуть-чуть вот буквально так чтобы не приставало к силикону силикон любит к себе все хватает видите у меня прямо чистый у меня муки нету я просто все обкатываю тестом муку собираюсь видите вот так точно и будет и вот изюм потихонечку весь уже распределился он не куском видите вот по тесту у нас ушло здесь много жира оно и так уже просто подымает вот сейчас он у меня подымает за собой силикон поэтому я чуть-чуть просто присыпаю чтобы оно не подымало а так оно не пристает вот вот такие вот пироги мои хорошие изюмчик распределился вот еще изюм вы добавили и еще то есть там можно минуточек пять поместить и с изюмом пять десять минут будет так вот такое прекрасное тесто просто золотое так с увлажняем просто миску маслом растительным десять минут и тесто готовить так так немножко сверху и все господи поможище раз нам пожалуйста сейчас мы опять накрываем полотенечком и отправляем в ту же духовку пятьдесят градусов тесто должно подойти то есть увеличится но вы же увидите как оно подойдет оно не будет таким шаром он будет просто ровной такой площадочкой я вам все покажу сколько времени займет но я думаю час точно при температуре где-то сорок пятьдесят в духовочку или же в теплое место но не на сквозняк что продолжаем час у меня прошел сейчас я посмотрю что у нас тут с тестом я не вытирала ой какая красота смотрите вот здесь не надо его так сильно телепать вот такое вот тесто видите как оно подошло как оно увели я же вам говорила что оно станет ровно так сейчас мы это тесто смотрите какое оно какое оно прекрасное какое оно нежное ай какая красота сейчас мы его здесь вот вынесем я просто сейчас в миске чтобы собрать на тесто все растительное масло которое у нас было которое мы смазывали миску так все миска чистая чистая мыть надо и сейчас мы соединяем нежно очень нежно тесто как выкладывать формы как подготавливать формы пожалуйста посмотрите куличи куличи прошлого года там все рассказано все показано у меня старые бабушкины еще коробки с под консервы они служат мне формы поэтому вы смотрите сегодня я уже повторюсь что до пасхи еще далеко я готовлю тесто пасхальное пасхального кулича но сделаю форму немножко другую так вот такое прекрасное тесто смотрите оно прямо дышит дышит такой мягкусенький вот пальчик вставили оно так постепенно раз и закрывается так я приготовила круглую форму на дно пергамент точно так же и в формах для пасхи но обязательно застилаем пергаментом а бока смазываем растительным маслом ну я посмотрите пожалуйста видео я смазываю то вернее я ставлю бумагу пергамент и на бока и вот такую формочку я возьму что плохо у меня распыляет вот такую все две у меня формы такие будут и сейчас смотрите я буду на две третьих вообще говорят заполнять форму нужно но я заполняю чуть вот на палец не до половины формы тогда у вас все будет хорошо так вот таким вот цветочками я сейчас делаю такие как кружочки и ставлю вот здесь вот у меня такой цветок будет старайтесь чтобы эти лепесточки были одинаковые если изюм то старайтесь его спрятать туда чтобы наверху изюма не было потому что он будет гореть и вот такие вот я и вторую форму мне хотя бы на одну хватило вот видите если взять по высоте то чуть ниже половины формы я вам сейчас все покажу мои хорошие так изюм прячься молодец мы с вами изюма постарались многоватенько сделать что не спрячешь ну если не прячется не страшно так дальше вот я пальчиком просто сюда вот так вот делаю и все здесь чтобы верхушка была красивенько ровненько особенно когда вы делаете куличи в форме в которой действительно форма пасхи там нужно чтобы наверху была красивенько а это у нас будет такой цветок серединку сделаем побольше а края здесь самое главное сейчас тесто какое тесто понравится вам или нет а все остальное а потом вот видите как хорошо так вот под подринаете все это сюда и сюда что-то я такие семицветики 1 2 3 4 5 6 ну все таки 8 будет лепестковый серединка так и еще один вот так вы чувствуете даже по весу много мало взяли старайте чтобы одинаковые были так последний и серединка более вот такой вот сейчас мы поделим это чтобы в ту форму хватило тесто и в середину вот так вот даже наверное там многовато но ничего так эта форма смотрите я заполнила и сейчас просто не хочу ставить у меня здесь это силикон он немножко в растительном масле чтобы масло потом не горело в духовке и это точно так же прячем под низ вот здесь он выглядывает но он под этим под тонким слоем теста и выкладываем вот пожалуйста видите так все это я сделала готовится очень быстро просто я все время говорю если вы сомневаетесь в своих способностях не надо брать сразу нам вот предлагают там на 10 яиц на литр молока дорогие мои не надо это очень тяжело тем более если вы ни разу не делали вам будет очень тяжело это уже мы можем убрать все помыть постирать так я беру противень ставлю сюда эту форму и ставлю эту форму так и пока накрываю вот полотенечком и точно так же где-то где у вас тесто на расстойке было в духовке возле батареи где ставите чтобы тесто подошло минут 15 сразу не отправляйте в духовку потому что оно у вас будет такое знаете оно вас порвет моментальная температура начнет подниматься и порвет саму пасочку поэтому пусть вот так вот постоит минут 15-20 продолжаем ну что духовку я включила на 240 градусов она должна хорошо прогреться без этих смотрите видите как у нас все соединилось булочки подошли и вот наверху как такая корочка образовалась я буду покрывать эти булочки хоть это и не пасха буду покрывать глазурью если вы будете делать просто булочки по этому рецепту то смажьте вверх яйцом у меня нету необходимости в этом значит смотрите у меня духовка разогрета и сейчас я отправляю наше тесто в духовку ставлю температуру 170 градусов и будет выпекаться ну видите у меня немножко подымется конечно ну это маленькие куличики чем выше тем больше чем дольше тем дольше нужно выпекать будем выпекать от 20 до 30 минут будем внешне смотреть все отправляю аккуратно не хлопая дверцей вот разогретая духовка посередине ставим посередине потому что не вытащилась сетка вот эту сетку вытаскиваете потому что она не дает возможности так закрываем аккуратно и делаем температуру 170 градусов все засекаем сейчас время давайте сначала поставим 20 минут а потом будем смотреть все сейчас выпекает духовка чуть чуть попозже минут через десять мы начнем готовить глазурь я уже покажу ладно тут нас на столе еще немножко осталось минут десять я вам покажу 20 минут зазвенело давайте еще поставим десять и сейчас проверю деревянной шпажкой что у нас там происходит готово или не готово что видите с краю немножко белее а те булочки уже такое впечатление что готовы нет еще видите вот мокрая такая палочка пусть еще вот эти десять минут как раз еще не хватает пока допекаются наше само тесто мы должны с вами быстренько приготовить сейчас глазурь глазурь есть у меня и желатиновая то есть смотрите рецепты прошлого года сегодня я приготовлю самую обычную глазурь с одного белочка который у нас остался вот мы с вами оставляли один белок и где-то пол чайной ложки вот так лимонного сока без пудры пока взбиваем на маленький потом на больший так смотрите я взбила видите не выпадает это белок с лимонным соком тут ни капли пудры нету и вот сейчас все миксер нам уже не нужен сейчас я буду добавлять пудру стакан пудры можно венчиком можно не венчиком вымешивать можно этой ложкой которую мы сейчас одну секундочку брали с вами лимонный сок так аккуратненько смешиваю пудру ой о такая глазурь хорошая она с желатином она такая немножечко тягучая но это тоже не будет ломаться и вот так вот вымешиваем со дна достаем хорошенечко можете и этим блендернуть но я все время как-то вручную не знаю сначала взбила потом это все чтобы такое тягучее было видите чтобы не разбивать чтобы она не стала у нас жидкой никаких комочков не будет вот так ложечкой видите какая глазурь красивая так еще немного пудры осталось все больше немножко влажненький так все соединяем потому что вот эту глазурь мы будем наносить на ну не на горячие но на теплые куличи так все эта глазурь готова прекрасная вот такая вот она густая видите какая так и я взяла чтобы не открывать вот у меня посыпка такая была не знаю кто-то присылал мне у меня там конечно посыпки этой куча вот я насыплю вот такая нежная красивая ну пока хватит это будем украшать булочки кулич может как-то отдельно вот такие вот посыпочки а ну как она сильно чувствуется ну да на зубах сильно хрустит ну красиво но я не очень люблю эту посыпку так что вы там уже выбирайте сами как украшать вам кулич второй я посыпать не буду так смотрим что у нас с тестом палочка сухая вот скалочка это я пробовала и достаем я опустила на самый низ потому что почему-то хватает немножко верхушка смотрите какая красавица вот такие круглые штучки у вас но тут конечно пирог у нас получился таким вот цветком вот смотрите видите нормально ничего не подгорело все это самое главное ну температура я даже на сто шестьдесят уже убрала чтобы не горело так и сейчас мы чуть-чуть прикроем салфеточкой ой какая красота салфеточкой вот так пусть немножечко постоят и потом уже сразу будем вынимать с формы и ставить если у вас куличи то вы должны так немножечко прикрыть потом вытаскиваете с формы и на бок все пасочки выкладываете на бок но вы посмотрите видео видео это все есть видео прошлого года куличи так сейчас я беру тарелку для этого цветка и для маленького куличика буквально пять минуточек пусть постоят и мы начнем смазывать украшать вернее куличи так ну что продолжим долго сильно не даем остывать так вот так пусть покамись будет прикрыта пока мы будем работать с этой так сейчас я немножечко вот такая поверхность вашего кулича будет духовку первую поставлю на двадцать минут ни в коем случае духовку не открывайте потому что куличи ваши сядут все прекрасно смотрите нигде ничего не пригорело ничего абсолютно они прямо так и хотят уже разделиться так и хотят разделиться и наверно на бумажке так поставлю на бумаге верни так горячее вот так вот так вот вот пожалуйста я не убираю пока эту пусть будет беру кисточку так конечно кисточка надо погрубее и сейчас наношу можно прямо ложкой но вы же будете кулич наносить у вас он круглый и вы будете стараться даже вот я сейчас вам покажу как можно делать можно добавить немножко красителя вот именно в белый и потом вот так вот вытягиваете ложкой вот смотрите ложку набираете вам видно сейчас я немножечко подвину вас и покажу вот вы наносите на кулич это поверхность кулича и вот так ложкой берете так вытягиваете такие пики вот так ведь он у вас такой будет колючий такой рифленый будет то есть вы там сами смотрите как он и что еще раз повторяю что я просто сегодня делаю тесто как на куличи но сама форма у меня не куличная я просто напросто делаю такой цветок цветок счастье ну это вот глазурь наносим на горячие вот смотрите так кисточкой размазываете нанесли кисточкой размазали чтобы не сильно толстым и вот кулич у вас получится вот так ничего сложного нет ведь я конечно когда куличей лишь повыше я люблю что прямо текло так по бокам на текке потеки были но у нас здесь такая булка тут все дырочка так закрыли и вот прямо видно что за 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 застывает на ходу глазурь можно даже так найти сделать красиво пусть даже такие вот будут как разводы только вовнутрь а вот эти полосочки просыпать посредине здесь просыпать этими украшениями вот так я имела виду и получится у вас цветик семицветик видите какой ветер это крышка от вентилятора наружно постучит и текла засыхает моментально уже прямо и плохо пристает моментально моментально немножко значит больше тогда остужайте серединку сейчас засыпем а края пусть будут так ну что я вам говорю я не очень люблю когда она на зубах хрустит и у нас булки а вы там уже украшайте как хотите хотите этой мастикой хотите разные цветочки с его магазине показывала какие украшения продаются что захотите то и делайте вот все я больше не хочу потому что я не вот посмотрите поближе видите вот такое вот количество для меня достаточно потому что она на зубах хрустит я не люблю и вот я специально так маски сделала как будто бы видите как будто бы это лепестки так все с этим мы уже закончили пусть она остывает продолжаем работать следующим куличиком нам нужно его вытащить из формы вот эта форма я не очень ее люблю почему-то она не хочет со мной дружить понимаете вот не хочет и все уже не первый раз в том году я делала это по моему или или она просылала или листочка мне присылала эту форму и вот она не хочет со мной дружить как ой подружилась этом году смотрите подружилась а слава богу подружилась а то есть очень хорошее настроение все хорош все хорошо смотрите какой какая красивый какой красивый цвет кулича смотрите светленький красивый ничего не загорелось так переворачиваем его вот так такие ключи тоже могут быть так и смотрите что я сейчас делаю вот этот ключ они буду украшать как он называется господи этой присыпкой я по-другому немножко здесь сейчас сделаю сейчас белая глазурь размажем ее если где-то ручка открыла не страшно вот так вот замажьте этой глазурью ничего не видно будет я имею если где-то треснула так знаете пошло нет вот эти вот получается как фаланг очки нужно замазать по форме кекса изюмка торчит изюмка смотрите можете сделать чтобы вот сюда текло но я не хочу только вот наподобие как ромовая баба видите наверху получается все белой глазурью я нанесла этого достаточно вот так и сейчас я сделаю как говорится фокус фокус я еще не успела это все сделать смотрите глазурь уже полностью застыла смотрите видите полностью все сухое а сам кулич еще горячий я возьму сейчас какао и и добавлю вот сюда какао сделаю нет эта масса нужна коричневая чайную ложку несколько смотрите это уже на ваше усмотрение какой цвет вы хотите наверно 2 чайные ложки бахну сейчас и и соединю то есть сейчас должна меня вот эта вот эта масса получится коричневой тоже самое просто добавила какого и вымешиваю если вы видите что у вас сильно густое добавьте лимонного сока вот где-то пол чайной ложки просто я изначально взяла маленькую ложечку непонятно почему понимать и сейчас вот так вот вымешиваю эту массу до однородности так все массу и соединила смотрите благодаря соку какая блестящая теперь беру кондитерский мешочек это просто я хочу так украсить этот тест вы можете украшать его так и на пасху легко я вам нужно все это быстро делать пока не засохла на 100 глазурь можно не коричневый можно белую соединить немножко другого цвета и потом двухцветную выдавливать очень тоже хорошо получается это вы уже фантазируйте так все это вечер теперь беру манюсенькую манюсенькую дырочку сделаем манюсенькую манюсенькую сейчас посмотрим как мы с вами хорошо кулички делали можно даже завязать здесь смотрите или будете вот так вот подгонять так и теперь рисуем как ветку вот такую вы это ветка какая-то покручена какая-то хвороба и его покрутила много оставила сильно но нич я хотела такие код таки зарубы за того что у меня очень много глазури будем рисовать этой глазурью то есть вы здесь уже вытворяете что хотите как хотите так и украшаете можно крестные крестики нарисовать пошло доверьте вот это занятие детям помните как в том году у меня саша я говорю саша давая не от мама я сама так что доверяйте детям пусть дети занимаются разукрашиванием куличей у них это очень хорошо получается ничего сложного нет просто одна это сама глазурь я добавила сюда какао какао я вообще не художник но ведь рисую так все я считаю что достаточно смотрите какую красоту мы с вами сделали просто напросто благодаря двум можно поставить вот такие еще тут точечки пожалуйста будет тоже красиво а если вы возьмете еще не только шоколадная возьмете эту глазурь и покрасите в разные цвета это будет вообще просто красота понимаете я же говорю что я не люблю вот эти присыпочки они мне как-то не спереду не сзади скажут на украине раньше бабушка сахар брала свекольными морковным соком покрасит и покрывала и так так вкусно было вы в руке держите у вас не застывает лазурь она теплая все я думаю достаточно да вот такую красоту мы с вами сделали пусть это застывает а у меня еще остался немножко шоколад значит я что сделаю я сейчас не шоколад а глазурь это наша я сейчас подгоню и не буду же выбрасывать правда сейчас уже завяжу потому что мало осталось и что то сейчас вот здесь вот нарисуем на этом куличике это для того чтобы не пропадала застывает очень быстро вот так это я сейчас уже ох играюсь потому что у меня просто осталось это глазурь я вам еще раз говорю рисунки можете делать какие хотите хотите крестики хотите рожки хотите как хотите так и украшайте и не думайте что это тяжело это очень легко я вот просто напросто играю честь уже наверно не хватит мне ничего уже как говорится то что за нато то не здраво ну осталось поэтому давай хвата не хвата не пожалуйста вот так хватанула хватанула все пусто вот такой вот у нас получился кулич ну это я уже так натика говорится было красивее когда не было коричьего ну просто чтобы не выбрасывать и вот такой вот куличок у нас получился этот красивый вот сейчас все застынет остынет мы отрежем кусок и вы посмотрите как же кулич выглядит внутри все мои хорошие вот это и все смотрите мои хорошие я с тарелки убрала кулич потому что был он на бумаге и площадь большая как обычно куличики вот такой диаметр а здесь площадь большая и пошла влага поэтому я уберу этот листок миску другую возьму тарелку а этот это изделие я поставила на сетку пусть остывает потому что если вы оставите оставите в таком виде то у вас будет мокрый низ вот эта площадь меньше у нас здесь все отлично смотрите видите видите какая красота господи как же вам показать с этим светом шоколад уже застыл это все застыло вот смотрите видите сухая поверхность потому что площадь маленькая так давайте я уже горячо но я уже не могу терпеть я уже хочу отломать кусок смотрите как отделяется сейчас сейчас секундочку я хочу цветочком смотрите смотрите какие лепестки висят смотрите какое тесто горячее тесто это дрожжевое кушать нельзя но я вам хочу показать какое же оно прекрасное как оно отделяется смотрите смотрите и это рецепт самого простого кулича самого простого я хочу чтобы вы увидели вот тут затемняется почему то видите какой кулич какой он смотрите какой это же он горячий когда он остынет он будет вообще воздушный 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 порует видите ну что мои хорошие я не буду горячего кушать посмотрите это не кулич это сказка по сахару там смотрели видео вы видели хотите сахара больше хотите меньше но вот мне стакана по этому рецепту достаточно все мои хорошие что я могу сказать если я вас убедила ну вы видите все это все в живую нигде ничего не поддельно нигде ничего я не купила ничего не сделала вот горячий вот он как есть пожалуйста я вас прошу хоть на пол мерки этот рецепт другой рецепт пожалуйста приготовьте кулич потому что вместе с приготовлением кулича в доме царит Божья благодать именно в тот момент когда вы готовите куличи может это и сказка но я в эту сказку верю все мои хорошие смотрите мои видео будет еще творожная творожная пасха но только не сырая как в том году а я ее буду запекать в духовке это рецепт моей бабушки очень старый так что это мы обязательно сделаем но творожная пасха готовится намного быстрее это я могу показать вам перед паской а так смотрите рецепты выбирайте рецепт который вам нравится всего хорошего я вас люблю смотрите пожалуйста забыла еще сказать мы с вами готовили глазурь на основе белка лимонного сока и сахарной пудры если вы боитесь что у вас не получится сейчас промышленность продает любые любые глазури любые смотрите тут тоже самое сахарная пудра крахмал здесь заливаете водичкой горячей и получается у вас вот такая глазурь то есть если вы сомневаетесь хотя сомневаться не стоит это намного дороже будет стоить чем вы возьмете стакан сахарной пудры который сделаете из небольшого количества сахара и это все смотрите вот я вожу смотрите ничего не прилипает видите ну шоколад я кожа заносила все равно он уже весь хорошенечко засох так что выбирайте сами ну а теперь уже все смотрите смотрите в следующем все 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 и все